Всем салют! Сегодня расскажу об основных этапах создания визуальной части курьера. И поскольку данный ролик имеет ознакомительный характер, в деталь углубляться не буду. Итак, для создания фонов и персонажей я использую Photoshop. Для анимации персонажей – Spine. Затем все это импортирую в After Effects. Там же делаю движения камеры и набрасываю различные эффекты. Сейчас все рассмотрим чуть ближе. Давайте начнем с фонов. Сам процесс рисования показывать не буду, поскольку это долго. Отмечу только, что рисую на планшете. Как видите, все элементы разделены. Такое разделение нам пригодится, если мы хотим, чтобы в кадре присутствовала глубина пространства. Чтобы идея была понятна, давайте рассмотрим на примере. Закрываем наш Photoshop файл. И создаем новый файл. Проект After Effects. Импортируем наш PSD. Вот у нас автоматически создалась композиция, где все наши слои уже стоят на своих местах. Вручную двигать ничего не нужно. Чтобы было пространство, нам нужно создать, во-первых, камеру. Да, окей. Во-вторых, сделать все наши слои трехмерными. Теперь наши сцены как бы находятся в 3D пространстве. Мы можем посмотреть вот так. Но, поскольку все слои находятся на нулевой координате оси Z, все выглядит достаточно плоско. Для этого берем, например, наше дерево. Выставляем ему координаты поближе к камере. Вот оно стало поближе. Возвращаем ему примерные размеры. Вот как-то так, допустим. Работаю грубо, потому что чисто для примера все это делаю. И выставляем на место. Теперь, когда мы, например, сделаем анимацию приближения камеры, у нас будет ощущение, что это дерево находится ближе. И для глаза это намного приятнее. Рендер перематываем. Ну и вот уже ближайшее дерево как будто бы действительно ближе к нам. Например, можем также вытащить поближе туман. Ой. Заставим туман немножко двигаться. Так, чтобы за границу не выходил. Опять перематываем. Ну вот, уже намного интереснее. Есть какое-то движение, глубина, туман, движется, все такое. Вот, если мы посмотрим вот так, то видим, что наше дерево в камере. Вот наша камера. А, нет, это наш туман. Камера где-то, камера где-то дальше. Ну, пес с ней. Вот наше дерево, к ней ближе. Ну и далее действуем по такой же логике, расставляем все элементы в пространстве. И на выходе можем получить вот такое. Как видите, здесь все элементы уже расставлены как надо. Настроено движение камеры. Эффекты набросаны, все такое. И на выходе мы имеем, когда все отрендерим, вот такую картинку. По-моему, неплохо. Двигаемся дальше. А сейчас рассмотрим, как создается анимация персонажа. Допустим, все, что нужно, у нас уже нарисовано. Фон у нас слит в одну картинку, чтобы ничего не мешало. Все элементы персонажа разделены от рука, кисть, ну и отдельно пальцев. Следует заметить, что каждый элемент тоже имеет свои составные части. Контур, цвет, ну и тень. Нам нужно все группы соединить в отдельные слои. И все это дело экспортировать в PNG-картинке. Затем мы эти PNG-картинки импортируем в Spine. И там начнем мудрить. Так, сделали. Выбираем скрипт layers to PNG. Создаем JSON-файл. Зачем он нужен? Сейчас скажу. Да черт бы тебя побрал. Все у нас названо по-английски, потому что скрипт другие языки не понимает и может работать неправильно. Ну а пример анимации делаем на еноте, потому что енотов не может быть слишком много. Ждем. Пьем кофе, курим, отжимаемся. Или перематываем. Так, ничего не сохраняем, потому что мало ли что придется переделать. Итак, вот он наш енот, бедный, разделенный на различные запчасти. Теперь импортируем все это дело в Spine. Так, это у меня уже готовая сцена. Мы ее портить не будем. И сделаем заново. Выбираем наш JSON-файл. Материал енот. Да, это он. В JSON-файле записаны координаты каждой нашей составной части. Таким образом нам не придется вручную расставлять все элементы. Вот наш енот. Вот все его запчасти на месте. Фон нам только мешает, его мы не выбираем. Так, теперь. Чтобы делать анимацию, нам нужно каждую картинку превратить в сетку. В дальнейшем эту сетку будем деформировать. Вручную или с помощью костей. Ну, давайте на примере хвоста проще всего. Создаем сетку. И когда у нас сетка создана, с ее помощью мы можем деформировать нашу картинку. Ну и можно добиться такого эффекта псевдо 3D. Как будто наш хвост чуть-чуть поворачивается в пространстве. Но для этого нужна более детальная настройка. Допустим, сетку сделали. Теперь создаем кости. Создали несколько костей. Так, называть я их никак не буду, потому что неохота. Так, теперь привязываем нашу сетку к костям. Привязали. Рассчитываются веса вершин. Вот, видите, каждая кость. И здесь у нас показано распределение весов. Допустим, вот эта точка 100% принадлежит к этой кости. Ну, а здесь есть какие-то разногласия. Итак, теперь, когда мы будем двигать кость, у нас, соответственно, будет двигаться сетка. Как настраивается весь скелет, я показывать не буду, потому что это долго, муторно и нудно. Сразу перейдем к настроенному скелету. Вот наш енот. Для каждой части тела сетка у него уже настроена. Есть даже инверсная кинематика, которая бывает весьма полезна. Когда скелет настроен, наш персонаж уже может жить какой-то своей несуразной собственной жизнью. В таком духе. И видим. Временная линия, на которой отмечены ключи анимации. Допустим, вот эта вот базовая кость. Двигаем. Здесь у нас искажение, изменение по позиции, по вращению. То же самое касается всех остальных костей. Головы, например. Не вижу смысла сейчас с нуля выставлять все ключи, поскольку это, опять же, долго и муторно. А у нас такое ознакомительное видео. Поэтому будем смотреть на примере уже готовой анимации. Так. Движения немножко замедляются. Видимо, из-за того, что сейчас идет запись. Но, в целом, картина понятна. Затем нам нужно экспортировать нашего персонажа в последовательность PNG картинок. 30 картинок в секунду. Ну, потому что фпс такое. Жмем Ctrl-E. Экспорт в PNG. Указываем место. Картинки. Прозрачный фон. Экспорт. В дальнейшем, когда рендер закончится, на выходе мы получим последовательность картинок. Это и есть наша анимация. Вот. Когда у нас уже готов фон, добавляем нашу анимацию. И вот она у нас импортируется как отдельный футаж. Добавляем сцену. И вуаля. Персонаж двигается. Осталось расставить все в пространстве. Сделать тень. И накидать эффекты. Ну вот, как-то так. Идем дальше. Несколько слов об эффектах на примере данной сцены. Я сомневаюсь, что изучил хотя бы половину возможностей. А помимо родных эффектов, в IE можно подключить и сторонние плагины. Поэтому вкратце скажу, что часто в работе использую такие эффекты, как контраст. Различные размытия для создания плановости. Симуляции частиц, что помогает нам создавать такие вот клубы дыма. Или барахло, летающее в воздухе. Все эти мелочи радуют глаз и оживляют картинку. По эффектам это далеко не все. Но нам пора закругляться. А то ознакомительный ролик уже, по-моему, затянулся. Ну что ж, вот такие основные этапы работы по визуальной части курьера. Надеюсь, что вам было интересно. Данное видео я сделал по результатам соц. опроса. Будет ли продолжение у данной рубрики, время покажет. Ссылка на патреон и другие реквизиты для поддержки проекта в описании. А нашим старым меценатам большой привет. На этом все. До связи.